Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Шуморо, и добро пожаловать на шоу по открытию кейсов Counter Strike Global Offensive, друзья! И сегодня мы продолжаем вскрывать эти самые упаковочки, эти самые коробочки, которые должны принести нам что-либо. Надеюсь, сегодня что-нибудь принесет. Сегодня мы пооткрываем Operation Breakout против операции Phoenix, и также я решил купить вот такие вот капсулы, которые никогда не открывал. Это автограф капсулы Foil, стоимость которых по 200 рублей за штучку. Соответственно, хотелось бы вскрыть и посмотреть, кто нам выпадет и сколько этот кто будет стоить, друзья. Ну, а к этому мы перейдем после того, как вскроем контейнеры. Поехали, друзья! Операция Phoenix, где может быть АВП Азимов в Статтрек выпасть, где может быть ножик, естественно, ну и прочее говно, которое абсолютно не нужно. Здесь меня интересует Статтрек Азимов, либо Статтрек Редлайн. А также здесь, кстати, падает Хамелеон, его бы не хотелось получить точно. Ну, давайте посмотрим. Обычно операция Phoenix, мне не очень везет с ней. А операцию Phoenix я не очень люблю открывать, потому что мне, в принципе, на моем аккаунте почему-то с операцией Phoenix никогда особо не везло. Не знаю, с чем это связано, но вот есть такая у меня тенденция почему-то, что с операцией Phoenix ничего не падает, ребята. Но, тем не менее, мы попробуем с вами подергать, попробуем посмотреть на то, что у нас получится из этого открытия, друзья. Потому что, в принципе, может и выпасть что-то интересное. Как мне кажется. Не знаю, ребята. Давайте смотреть, давайте думать. Будем надеяться на то, что что-то все-таки у нас сможет прокнуть из Phoenix сегодня. И, кстати говоря, как я вижу, вообще ничего не прокает, кроме одной фиолочки, ребята. Видимо, операция Phoenix, как была для меня, не очень так она и продолжает оставаться не очень в стиме. Ну, габенчик, ну, габен. Ну, ладно, вторую фиолочку дает. Ладно, давайте смотреть, что будет дальше. Остается три ключа. У меня, кстати, очень много коробочек накоплено почему-то операции Phoenix. Не пойму, почему они у меня валяются, но, тем не менее, у меня почему-то в инвентаре их дохрена, ребята. Видимо, когда-то давно я выиграл на ставках, потому что я не помню последнее время, чтобы я на ставках поднимал коробочки, ребята. Видимо, когда-то дрюканул. Дрюканул эти операции Phoenix. Кто-то их поставил, и они у меня накопились. Но, как вы видите, моему аккаунту эти операции Phoenix ничего вообще не дают. Я не знаю почему, но мне не прет с ними никак. Давайте теперь откроем Operation Breakout, где может выпасть Butterfly. Найф, ребята. Butterfly падает именно здесь. Здесь может выпасть очень крутой нож-бабочка. А, при том, что я когда-то у вас спрашивал, какие ножи вам нравятся, многие ребята проголосовали. Что? О, да, детка моя. О, да. А, это Cyrex, ёб твою мать. Это Cyrex, детка. Field Tested Cyrex нам выпадает. Ну, неплохо, но жалко, что не Butterfly Knife, потому что мог быть шанс, что выпадет он, ребята. Очень и очень жаль. Ну, красненькая выдалась. Красненькая выдалась. Операция прорыв нам выдает. Красненькая. И, в принципе, значенский неплохой, ребята. Значенский неплохой. Сегодня у нас не так все плохо в стиме, скажем так. Габенчик решил раскошелиться на красную Cyrex. Лучше бы выпало Азимов, на самом деле, по 90. Но, тем не менее, тем не менее, неплохо, неплохо. Молодец. Дает тайное. Габен, Габен дает тайное. Сегодня Габен молодец. Габен умеет раскошелиться. Оказывается, да, на тайное. А не просто забирает бабло, которое вваливается огромными количествами. Он еще и тайное выдает, оказывается. Но почему не нож, сука? Вот почему так-так сложно, что ли, взять и выдать ножик разок хотя бы? Я вот, когда у меня не писался выпуск, да, прошлый, я потратил дохренища бабла. Ну что, тебе сложно выдать один ссаный нож, Габен? Ты что, блин? Вот я вот этого вот вообще не понимаю, Габен. Вот почему? Почему у тебя такая вот тенденция какая-то странная? Почему ты не можешь выдать ссаный вонючий ножик мне? Хоть разочек, хоть, ну, хоть-хоть понюхать его, хоть-хоть-хоть посмотреть на него. Ну, понятно, что ножик, когда выбивается, он отдает стену всегда. Но, тем не менее, Габен почему-то не дает мне больше ножей. В этом году один нож только был, ребята, пока. Это очень странно. Это очень странно. Ладно. Говна мы навыбивали, кроме Сайрекса, да? Давайте теперь посмотрим на автограф-капсулы. Давайте посмотрим, сколько они будут стоить. И насколько, кстати, вот красненькие очень красивые. Красненькие очень красивые. Нам выпадает Рубино. Рубино. Давайте посмотрим, сколько он стоит. Все-таки за капсулу я отдал 200 рублей, ребята. Представляете, 200 рублей одна ссаная капсула. И Рубино продавался у нас за 300 рублей как-то почему-то. А теперь он стоит 60 рублей. Но был пик у него продажи за 300 рублей. Не знаю, почему кто-то решил купить его именно за 300. Ух ты. ДОСЯ ИКС ГАД. Интересно. Вот это вот красивые, очень красивые, конечно. А эти самые наклеечки, ребят, посмотрите. Прям реально красивые. Вот красненькие реально красивые. 137 рублей, 187 рублей. Тоже не окупает, ребята, капсулы. Интересно, какая именно наклеечка окупает капсулу. Кто знает, напишите, пожалуйста. Мне интересно. КИОШИМА. Интересная. Интересная такая капсула КИОШИМА. КИОШИМА. Хороший. Хорошее название. Хороший ник у чувака. КИОШИМА 151 рублей. 218 стоил. Тоже не окупает. Совсем чуть-чуть, но не окупает, ребята. Это очень странно. Мне пока ни одна наклеечка не окупила капсулу. Вот это вот очень странно. КАЮНБА. КАДЖУНБА. Это по-любому говно ни хрена не стоит. Вот по-любому вообще. По-любому копейки просто. Просто копейки. Нет, 144 рубля, ребята. Ну, чё можно сказать? Ну, так себе. Ну, так себе капсулки. Конечно, можно попробовать что-то выбить с них, как мне кажется. Но хрен его знает, ребята, даже. Я бы вот не стал. Потому что из четырёх открытий ни одна капсула даже близко не приблизилась к стоимости. Ни одна наклеечка, точнее. Не приблизилась близко даже к стоимости самой капсулы. Это неправильно. У Габена вообще всё неправильно, блядь. Почему он так делает, ни хрена не могу понять. Почему Валев такую политику ведёт? Ну, ладно, как бы не нам судить, друзья. Давайте действовать дальше. П-250 супернова. П-250 супернова. И сегодня мы сделаем вот такой вот контрактик, я чувствую. Да? Сможем сделать? Нет? Нет? Не сможем? Блин, не хватает двух песосок вонючих. Ну, чё ж такое-то, а? Двух песосочек просто. Ну, двух песосочек. Ну, почему он у двух песосочек-то можно было бы уже бы и сделать-то, ёптить, ёптить. Так, а здесь у нас что? Давайте проверим. О-о-о! Я даже знаю, чё мы сегодня сможем с вами сделать, друзья. У нас будет с вами интересный шанс скрафтить что-то крутое. Так, здесь Вейстланд Принцесс я тоже добавляю. Давайте пожертвуем одной океанской пучиной. А-а-а, Фактори Нью пожертвуем. Фактори Нью ради того, чтобы скрафтить АК-47 на... А-а-а... Файр Серпент, ребята. Шанс на АК-47 Файр Серпент. Может быть, увеличить этот шанс и сделать дорогой крафт, ребятки? Чёрт побери, это заманчиво. Это очень заманчиво. Увеличим шанс? Давайте увеличим шанс. Давайте вот сделаем вот так вот. Попробуем скрафтить АК-47 Огненный Змей, ребята. Давайте, я настроен серьёзно. Габен, ты слышишь меня? Габен, я сегодня настроен серьёзно, Габен. Я хочу... Хочу грязи, Габен. Давай сделаем грязно. Габен, гибдюшечка. Гибдюшечка, гибджанский. Гибджанский, давай сделаем. Давай сделаем по-мужски. Давай, ты и я слышишь. Давай, давай мне Акусик. Давай, АК-47. Огненный Змей. Огненный Змей. Fire Serpent. Fire, please do it. Fire. I need fire. I need some fire. Такой маленький шанс, ребята. Две песоски на то, чтобы скрафтить. АК-47 Огненный Змей. Сука. Сука, как было близко. Ой, было близко. Но тоже неплохо. Тоже неплохо, ребятки. Фуэл Инжектор выпадает нам. А фуэл Инжектор, который стоит, который стоит 2829 рублей. Не окупает контракт, но было интересно, согласитесь, было интересно. Ну чё, друзья, идём на сайт Дрюка им там, поехали. Ну чё ж, друзья, сегодня мы попадаем на forcedrop.net, где будем искать драпецки. Давайте попробуем найти. Сегодня здесь нихера себе лента валится. Ёб твою медь. Ёб твою. Надо, надо успеть. Надо успеть, надо успеть скорее. Надо успеть скорее. Вы посмотрите, ёб твою мать, что с лентой. Лента выкручивается, летит просто бешено. Посмотрите, ребята. Так, надо скорее, надо скорее. Так, М4А4, король драконов. Это мне не нужно. Это мне не нужно. Давайте, ребята, смотреть. Давайте скорее смотреть. Нихерена себе лента раскрутилась. Вы это видели, ребята? Это такое редко бывает, на самом деле, когда лента так раскручивается. Ёб твою мать, азима вывалится. Графит. Из кейса с шумориком. Ёбаный насос. Вот это я понимаю, ребята. Попались на рейты. Посмотрите просто. Просто посмотрите на это, ребята. Вот это я называю. Зафлудили, блядь, рейтами. Посмотри. Да ну нахуй. Да ну нахуй. Да ну нахуй. Ребята, сейчас люди просто, просто вырывают. Посмотрите. Ёб твою мать. Быстрее. Быстрее беги. Вот сюда. Вот сюда скорее. Скорее, братик. Скорее, братик. Скорее, братик. Забирай свой шанс. Ёбаный насос. Посмотрите. Там вулканы валятся. Гипнозы валятся. Всё валится. Азима вы. Так, это говно. Чёрт побери. Главное, не проиграй. Так, главное, не проиграй. Это блин, блин, блин. Я хочу акусик. Я хочу поверхностную закалочку. Там ягуары падают, ребята. Тут это просто полный пиздец сейчас творится. Сейчас творится водоворот какой-то непонятный. Аквамариновая месть. Просто на ровном месте. Так, давайте мы её продадим. Давайте мы её продадим. Раз рейты есть, можно теперь пооткрывать случайная тайна. И надеяться на то, что в случайном тайном что-то лежит, ребята. Чёрт побери. Вот это я понимаю, блядь. Вот это... Как это было близко. Меха Индастрис выпадает следом. Посмотрите, это никогда не кончится. Я не знаю, насколько сейчас дропрейты просто бешеные. Хуй его знает, насколько это стоит. Вы посмотрите на всю эту ленту. Ещё раз Меха Индастрис выпадает. Замечательно просто. Замечательно. Ещё одна Меха Индастрис... Индастрис падает следом. Ёб твою мать, ребята. Давайте открывать тайны. Посмотрите. Ёб твою мать. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вот это мне не нужно. Давайте ещё раз вскроем, ребята. Давайте, раз уж нажива идёт, давайте наживлять, скажем так, да, на свой крюк, на свою удочку, то, что здесь падает, ёшки-пашки, вулканчик выпадает, ёпт, блин, оставить может быть и... Так, я знаю, что нужно делать, я знаю, что я буду делать, блядь, я знаю, что раз рейты есть, да, раз рейты есть, давайте попробуем подкрывать чоп-шоп и все... О, кто-то до ножа добрался, кому-то нож выпадает из простого кейса, да вы охуели, что ли? Ребята, изумруд выпадает из коллекции... Говно. Говно, ребят, не обращайте внимания, вы видели, что творится, блядь? Из простого кейса чуваку выпал нож, почему не я, этот чувак? Блин, 3400 рублей, ребята, 3000, я не думаю, что в коллекциях что-то... За 541 рубль мгла выпала? Ребята, это рейты, это рейты, здесь ничего, здесь посмотрите, посмотрите, ягуары, это просто пиздец, ягуар за ягуаром разным людям, просто подряд. Посмотрите на это, просто называется, мы отдадим, блядь, сейчас все скины. Так, подождите, дайте-ка я посмотрю. Дайте-ка я взгляну-ка. Давайте-ка вот сюда-ка зайдем-ка. А я надеюсь на чашу, на рыцарь и на историю о драконе. Пожалуйста, на чашу, на рыцарь и на историю о драконе. Прошу тебя, я хочу поставить эту ставку. Я хочу поставить эту ставку именно на эти песосочки, пожалуйста, песосочки, песосочки, придите ко мне, песосочки, песосочки, я зову вас, давайте, давайте, маленькие, давайте, маленькие, подойдите, блять, гроза, говно, 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 давай ещё, давай ещё, братик, давай ещё, братик, давай, братишка, давай, я знаю, ты сможешь, изумруд, чаша, рыцарь, пищаль, чаша, хотя бы рыцарь, пищаль, чаша, пожалуйста, посмотрите, как рядом АВП Драгон Лор был, ну это херня, но просто раз рейты есть, значит, здесь должен быть шанс высокий, по идее, да? Эти песоски нужны для того, чтобы, в принципе, крафтить какую-нибудь интересную дичь. Это было бы тоже неплохо получить. Но, как вы видите, ребята, нихрена мне не падает, блин. Ёлочки-пашки, вы посмотрите на эти рейты, ребята. Я просто вахуй. Я охуевлён и взбудоражен прям. Да ну нахер, как это близко. Как это близко, ёб твою мать. Давай ещё. Давай ещё маленький, давай ещё маленький. Посмотрите, вот оно, вот оно, вот оно летает прямо на глазах, но не то. Так, значит, коллекции, видимо, на коллекциях рейтов вообще нету. На коллекциях рейтов нету. Их дрючить бесполезно, поэтому я их дрючить не буду. Давайте посмотрим, что здесь выпадает. Чё-то я смотрю, дропчик уменьшается. Чё-то я смотрю, дропчик уменьшается, ребята. Дропрейчик-то падает. Так, хорошо, в плюс идём. Нет, в минус идём. Ребята, дропрейт падает резко. Вырубили дропрейт. Ёб твою мать. Ёб твою мать, не вырубайте сейчас, пожалуйста, дропрейт. Пожалуйста, не вырубайте дропрейт. Прошу вас. Прошу вас, дайте мне что-нибудь утипичное. Я ножик открою для ребят. Ёб твою мать, посмотрите, дропрейт упал. Дропрейт резко упал. Пушки стали значительно дешевле валиться всем. Значительно дешевле валиться. Посмотрите, я теперь в минус иду. Сука! Сука! Неужели я просрал тот самый момент, когда было прям очень круто? Нет, я ещё пришёл, было очень круто. А сейчас что-то, блядь, ягуар. Ягуар, хорошо. Ягуар, тысяча рублей. Но это возвращает мне тысячу рублей. Мне нужно выбить что-то за три или четыре. Чтобы подкрасться к ножику, скажем так. Ёб твою мать, ребята, вы это видите? Это же полное. Ещё один ягуар падает, смотрите, за тот же тысячу рублей. Ещё давай. Ещё давай. Снова рейты возвращаются. Снова рейты вернулись. Посмотрите, азимовы выпадают гипнозы. Да-да-да-да-да, всё стоит, всё стоит, всё нормально. Всё нормально, всё стоит. Только мне дай... Господи, господи, погоня за наживой, блядь. Погоня за наживой, пожалуйста, дай мне чё-нибудь... Надо уходить. Мне кажется, надо уходить. Мне кажется, я слишком увлёкся. Так, азимов. Азимов, азимов, азимов. Две триста. Что я выбил? Что я выбил? Что я выбил? У меня есть только вот это. И о-о-о-о-о-о-о-о-о. У меня же графит. Так, три шестьсот, я уже в плюсе. Две триста. Две триста ножек шесть девятьсот девяносто девять. Ребята! Так, дайте-ка мне ещё, пожалуйста. На. Дайте-ка мне ещё. Попробовать ещё. Попробовать ещё. Блядь, здесь пополнить не могу, ребятки. Ребятки, я сейчас... Если я сейчас окуплюсь, если я сейчас накоплю на ножик, то я открою ножик. Я обязательно открою ножик. Нахуй эти вообще скины, нахуй они не нужны, когда есть то, что можно, скажем так, вкусненького получить. Ребята, нахуй эти скины. Давайте сделаем красиво. Давайте выбьем отсюда нахуй топовый нож, потому что сейчас есть рейты. Пожалуйста, пожалуйста, сделайте так, чтобы у меня были деньги на эти рейты, блядь. Рейты падают. Рейты падают. Открытия резко уменьшились. Смотрите, топового дропа практически нету. Рейты падают, блядь. Рейты падают. Резко уменьшаются. Рейты. Красная линия. Так, хорошо. Так, давайте ещё, ребятки. Снова возвращаются, что ли? Блин, то падают, то возвращаются. Не, ну я сейчас не вижу такого топчика, который вылетал прямо в самом начале, друзья. Давайте смотреть. П-250 покойник. Тоже неплохо, но это не то пальто. Мне бы сейчас что-нибудь за две тысячи. Что-нибудь за две тысячи, пожалуйста. Что-нибудь за две тысячи, и я смогу тогда открыть на живой кейс. Ак-47 картель. Нет, это хуйня. Давай ещё. Давай ещё, пожалуйста. Что-нибудь за два кассика мне. Что-нибудь за два кассика. Подогрей, блядь. Скорее, ребята. Вот это эпик. Так, хладнокровный говно. Ребята, я, видимо, не смогу. Я, видимо, не смогу. Не могу дрючнуть. Не могу дрючнуть в хороший плюс здесь. Мне нужно сейчас выбить засекреченку в отличный плюс. Иначе... О, ничего не получится, ребята. Ничего не выйдет, блин. Дракон, а не то мне нужно. Дай мне что-нибудь за две кассика, пожалуйста. Что-нибудь за два кассика. Что-нибудь эпичненькое. Ну, за два. За два-три кассика просто, чтобы я мог на ножик уже, блядь, выйти. Мне нужно... Отлично. Спасибо. Так, подождите. Две тысячи. Две тысячи. Две тысячи. Далее. А, четыре триста. Четыре триста. А, нормально. Да. Да? Да. Да. Да, ёб твою мать. Да, детка. Да, детка. Да, детка, блядь. Давай, 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 давай. Эть, 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 эть. Так, 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 подождите. У меня был еще. Где мой топчик? Где мой топчик, блядь? Где мой топчик-дропчик? Там еще нужно было показать, надо еще посмотреть Где мои лоты? Вот они, вот они, вот они, вот они Все нормально, все нормально Ребята, давайте вздрючим Это говно, блядь Вздрючиваем говно Фу, хоть бы нож в плюс Хоть бы нож в плюс, я умоляю Хоть бы нож в плюс, ребята, я это сделал Хоть бы нож в плюс Давай, 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 топовые рейты Здесь ножи пиздец, как дорогие Господи, говно ебаное Сука Не повезло, блядь. А в любом случае, нахуй, я забираю этот нож, открываю вот это вот. Открываю вот это вот, все, и ухожу. У меня было 3000 рублей, у меня нож за 4000 рублей. И плюс, соответственно, я сейчас заберу какую-нибудь писоску. И еще чантика фаер. Спасибо огромное. Все, теперь я доволен и рад, в принципе, друзья. Не вы представляете, ребята, да? Но я рискнул, я рискнул, это достойно много лайков, блядь. Ну, вышел в минус. Ну и похуй. И зато мы рискнули и получили с вами удовольствие, друзья. А мне кажется, это самое главное, когда получаешь удовольствие. Если есть удовольствие, значит, все хорошо. Если удовольствия нет, то все хуево, как бы. Поэтому, как по мне, я сделал все верно. Ладно, пускай драпецкий в минус небольшой. Сейчас еще будет лагать, сейчас все люди, наверное, там принимают офферы. Сейчас мы будем ждать этот пиздец. Я чувствую, будет пиздец долгим. Ну, давай. Ну, давай, простите, что-то пошло не так. Давай, одупляйся, пожалуйста. Просто одупляйся, F5. F5 одупляйся, блядь. Одупляйся, блядь, вонючка. Давай, вонючка, блядь, одупляйся. Сука. Еще раз. Еще раз давай. Блядь, сейчас будет еще стим лагать, я чувствую. Боты не будут долго. О, пришло. Короче, ребята, я это все сейчас принимаю дело, соответственно. Я осматриваю в контерстрайке. Поехали. Ну, что ж, ребята, вот он и наш топецкий-дропецкий, блядь. Рискнул и получил нож дешевле. Но зато я рискнул, ребята. Зато я рискнул, получил две песоски, в принципе, ушел в плюс. Я доволен. А, в общем, друзья, вам спасибо, как всегда, за ваши лайки. Это были такие вот риски. С моей стороны жалко, что не получилось в плюс. Но, тем не менее, вышло интересно, мне кажется. Ну, а с вами был Шиморо, друзья. Мы попали на топ-дропы, на топ-рейты, скажем так. И это было весело. По крайней мере, мне было очень весело. Не знаю, как вам. Пишите, что вы хотите видеть в следующем открытии. Ну, а с вами был Шиморо, и мы увидимся на новом видео. Всем пока, до новых встреч.